Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как обычно, Едоман. Сегодня на обзоре будет консервы из мяса перепелов, филе перепела в собственном соку. Ну, выглядит, конечно, вот так. Она просто... Крышка, здесь бумага, резинка перетянута, точнее веревкой, и просто наклеена. Конечно, на самом сайте я заказывал сазон. Здесь у нас 200 грамм за 260 рублей. Ну, не знаю, что это, конечно, будет, но на сайте очень сильно отличается банка. Там именно этикетка наклеена, рад такая. Ну, а здесь какой-то вариант колхозный, можно сказать. Поэтому сейчас в приближенном рассмотрении я прочитаю состав, открою и покажу, что же здесь за мясо перепелов. Ну, смотрите, как я и сказал, просто колхозный вариант. Здесь все наклеено, штрих-код, наверное, озоновский. Ну, вроде бы мясо есть. В составе филе перепелов, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности, стабилизаторы разные, пряности, чеснок, перец черный, лук, бамбуковая клетчатка. Очень даже интересно. Изготовитель ООН, Щепиловская птицефабрика. Ну, как всегда, Московская область. Так, здесь у нас, наверное, завязано. Я помню, на рынке вот так бабушки делали, варенье продают. Ну, и, соответственно, просто делали мед там и все прочее. Так, аккуратненько снимаем. И нас встречает просто-напросто обычная банка. Есть хлопок, значит, банка не вскрывалась. Ну, прям есть тут мясо. Но вот не очень его, по-моему, много. Да нет, смотрите, филе прям кусочки такие, довольно-таки нормальные. Грею. Ну, смотрите, друзья, в разогретом состоянии все прекрасно. Прямо такие кусочки такие офигенные. Здесь желе не очень много, очень даже большие кусочки филе. Кости вроде бы нигде нет. Попробую. Запах. Ну, если честно, друзья, вам признаться, я не знаю, как пахнет перепел. Для меня лично пахнет просто курицей. Ну, и плюс, вот чем мне не нравится, уже на обзоре был у меня... На обзоре уже была тушеночка по-домашнему, по-моему, курица. Ну, там с Валбереса я заказывал, большая была банка, тоже в стекле. Вот они чем-то обрабатывают, реально. Запах такой. Не сказать, что он, конечно, неприятный, но есть он. Таким вот, как хорошему коньяку, таким блюдом нужно постоять и немножко выветриться, а потом уже принимать в пищу. Ну, не знаю, все равно, вот какой-то почему-то запах курятника примешивается. Что в той тушеночке, что в этом филе. Для меня так почему-то. Ну, кстати, филе очень мягенькое. Прямо-таки разваливается. Пробую. А, кстати, на вкус, друзья, это понежнее и посочнее, чем просто, нежели это была курица. То есть, если бы это было куриное филе, то оно такое сухое всегда. Здесь же сочненько, довольно-таки мягенько. Нет, друзья, на вкус нормально, да. Если здесь реально перепил, то он мне больше нравится, кстати, он довольно-таки вкуснее, чем куриное филе намного. Но 260 рублей отдавать за 200 грамм, я думаю, не стоит. Возможно, это именно для ценителей, которые вот этот деликатес дичь, который предпочитают. Но для ценителей, возможно, и пойдет. Ну, чисто так заказать там один раз в год и насладиться. Не знаю. Я для себя второй раз, соответственно, за такую цену данное филе перепелов не возьму. Ну, а вы думайте сами, решайте сами. Напомню, заказывал с интернет-магазина Озон 260 рублей 200 грамм. И на этой радостной ноте я бы хотел сказать огромное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал и ждите следующее видео. Всем спасибо за просмотр. Приятного аппетита. Пока-пока. Пошли, Мурка, перепелку тебе дам попробовать.